Это итоги недели в студии Мария Бересневич. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. 2-й энергоблок, экспортная выручка и полный тариф. В Беларуси пересмотрят базу незанятого в экономике населения. Как выйти из списка? Идея на миллион. В городе прошел смотр-конкурс молодежных инициатив. Очень долго думала о том, какую тему выбрать. Чей проект воплотится в жизнь. Пушистое нововведение. В стране планируют чипировать домашних питомцев. Можно будет отследить. Кто в ответе за братьев меньших? Гайд по технологиям. В Абруйске продолжается ремонт дорог. Растут как на дрожжах. Бахарова, социалистическая, Гоголя. С чего начинается инновационное покрытие? Ход истории. Беларусь готовится отметить день Октябрьской революции. Через площадь Ленина будет закрыто сквозное движение. В какое время? Ликвидация мигрантов, угроза интеллекта и богатые тоже плачут. Сократилось состояние самых обеспеченных людей планеты. Насколько? Президент на неделе собрал совещание по вопросу создания военных прокуратур. Почти 10 лет назад их упразднили. Полномочия по осуществлению надзора за исполнением законодательства в вооруженных силах и других воинских формированиях передали гражданским органам прокуратуры. Мотивацией послужило сокращение госаппарата и бюджетных расходов. Спустя время к вопросу быть или не быть все же вернулись. Но ставит закономерный вопрос. А сейчас на том поле, в той зоне, где должны наблюдать за единообразным, тошным соблюдением наших законов, законодательства, прокуроры, обстановка в этих областях изменилась? Ну, наверное. Ставит вопрос. Настолько изменилось, что нам надо сегодня создавать военные прокуратуры, воссоздать их? Наверное, это один из коренных вопросов, на которые мы сегодня должны ответить. В качестве действенной меры по решению указанных выше задач генеральным прокурорам, а задачи остаются те же, предложено создать главную военную прокуратуру и межгарнизонные военные прокуратуры. Надо определиться по этому вопросу. Хотел бы услышать мнение присутствующих, какая практика в других государствах. Президент поручил усовершенствовать и усилить работу надзора и подготовить кадры, наладить межведомственное взаимодействие. По итогам совещания Александр Лукашенко отметил, принимать решение о создании системы военных прокуратур пока рано. Сегодня такой необходимости нет. Избирательный округ – большой успех и бум косолапых. В республике растет популяция бурых медведей. Громкие итоги недели. Далее в специальном обзоре. В Беларуси созданы избирательные округа по выборам депутатов. По информации Центра избиркома, принято решение образовать свыше 12 тысяч точек. Единый день голосования, напомню, пройдет 25 февраля 2024-го. Будут избраны как члены Палаты представителей национального собрания, так и местных советов. Второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию. Решение принято на основе положительных заключений надзорных органов и выдано лицензии МЧС. В настоящее время он работает на стандартной мощности. С момента включения в энергосистему было выработано более 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Экспортная выручка Беларуси за 9 месяцев этого года перешагнула 31 миллиард. Это максимальный показатель за 10 лет. География поставок 150 стран, доля дружественных государств выросла на 16%. В приоритете Россия и Китай. В 2024-м начнется более активное освоение рынков Латинской Америки и Африки. В республике с 20 ноября по 1 декабря пересмотрят базу незанятого в экономике населения. Чтобы не пополнить список, необходимо обратиться в местные органы власти и предоставить документы о занятости. При попадании в перечень граждане-собственники жилья обязуются оплачивать отопление, газ и горячую воду по полным тарифам. В республике растет популяция бурых медведей. Сейчас их насчитывается около 700 особей. Еще в 2023-м их количество не превышалось 150. Животное, напомним, занесено в Красную книгу. Основные причины роста – охрана и приток косолапых из России. При наличии веских оснований в следующем году НАН может направить в Минприроды предложение об исключении из исчезающего вида. От задумки к реализации в Бавруйске прошел городской смотр-конкурс молодежных инициатив. Юные активисты предложили 19 проектов в разных номинациях – от ландшафта до творчества. Всех объединяет одно – стремление сделать родной город еще лучше и привлекательнее. На базе 34-й школы разворачивается настоящая битва мыслей. Любовь к городу здесь воплощается в уникальные проекты. Информационно-туристический чат-бот, архитектурно-парковый ансамбль, лабиринт, мозгобойня, живая библиотека, парк солнца и даже коллекция образов славянской мифологии. Молодые генераторы идей затрагивают, кажется, все сферы – от образования до экологии. Я представила свой проект – чат-бот, Бобрбот – это телеграм-бот, который помогает жителям города Бобруйска ориентироваться в городе, узнать о достопримечательностях, мероприятиях, которые в городе, поиграть онлайн. Мне, как педагогу-организатору, очень интересно было наблюдать за учащимися школ, которым горят своими идеями. Молодежный взгляд «Битва идей» объединяет юных активистов со всего Бобруйска. Некоторые презентуют сразу несколько замыслов – всего 19 идей. Среди номинаций творчество – ландшафт, брендинг города, молодежь. Было очень много интересных проектов. Например, мне понравилась идея с лабиринтом, также интересный чат-бот города Бобруйска с достопримечательностями, арт-объект мне очень понравился с глобусом. Мне кажется, что все работы, которые дошли до финала, достойны реализации. Количество участников, разнообразие идей и горящие глаза подтверждают. Юному поколению не безразлична судьба малой родины. А администрация города всегда готова поддержать молодежные инициативы. Мы впервые под эгидой Совета депутатов проводили такой конкурс молодежных инициатив. Важность его, конечно же, в первую очередь заключается в том, что молодежь сама принимает для себя решения и предлагает для развития нашего города те или другие проекты. Сегодня нет проигравших. Сегодня в первую очередь город приобрел новые проекты, идеи, которые будут осуществлены в ближайшее время. Победитель Кристина Лещенко, автор проекта «Музыкальный сквер» в номинации «Ландшафт», предлагает оригинальные украшения для города – кустарниковые скульптуры и лавочки в виде музыкальных инструментов. Эмоции, конечно, огромные, потому что я очень надеялась, что я выиграю. Я очень хочу, чтобы наш город как можно был более красивый, оригинальный, чтобы здесь было много интересных мест. От задумки к реализации. Когда в 28-й школе узнали о конкурсе молодежных инициатив, учитель искусства, черчения и обслуживающего труда сразу же принялась за дело. Две недели кропотливо трудилась над эскизами. В проект Бобруйчанка вложила поток фантазии и щепотку мечты – оставить прекрасный след в родном уголке. «У нас очень много красивых объектов, которые бы хотелось еще более облагородить. И на самом деле очень долго думала на том, какую тему выбрать и какой вообще участок. Но так как я жила недалеко от этого театра, мне не хватало в этом парке каких-то вот таких работ, которые бы очень сильно привлекали внимание. Как раз проходили музыкальную тему, и я вот решила, почему бы не музыкальные инструменты взять как за основу. Так вот и родилась идея». Кристина Лещенко воспитывает любовь к творчеству и Бобруйску и у своих двух сыновей. Вместе с маленьким Львом и Савелием счастливая мама гуляет по скверу, где в скором будущем появится уникальное воплощение ее замысла. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Копейка рубль бережет. С ноября повысился бюджет прожиточного минимума. Сумма выросла на 3 рубля 40 копеек относительно прошлого норматива. Благодаря изменению этого показателя растут и социальные выплаты для семей, которые воспитывают детей до 3 лет и инвалидов. Трудовые пенсии, в том числе для тех, у кого нет стажа. «Повышение надбавок инвалидам войны, участникам войны, узникам, то есть всей категории военной, блокадники. Также будет увеличена надбавка семьям погибших к пенсии». Вместе с повышениями пенсии, пособий и БПМ будет урегулирована экономика стоматологии. Доступность лечения зубных заболеваний увеличится за счет ограничения цен на терапевтические, хирургические и ортодонетические процедуры. Ранее это правило работало только на ортопедические и зуботехнические услуги. Хорошо, когда рядом друг. В стране проходит согласование законопроект об ответственном обращении с животными. Главная мысль – осознанность. Красной строкой в документе – обязательное чипирование. Для питомцев процедура абсолютно безболезненна, а для людей – бесценно. Елизавета Липеева проникла с темой. Сначала они любимцы всей семьи, а потом скитаются по улицам в поисках пропитания. Проблема бездомных животных актуальна не первый год. Причина одна – безответственность. В приюты города ежемесячно поступает под сотню собак. Многие в этот момент на волоске от жизни. Кого-то спасти не всегда возможно. Есть жуткие истории, и, к сожалению, их тоже немало. Хозяин собаку измотал лейкопластырем и выбросил просто ее умирать живую. Собака была измотана вся. Как она распутала там лапы себе, ну это нам неизвестно. Но факт то, что она пришла к дому. Мы боимся, что хозяин довел свое дело до конца. В глазах у искалеченных и брошенных животных немой вопрос. За что они заслужили такую участь? Издевательство над братьями нашими меньшими не поддается ни объяснениям, ни оправданиям. Душераздирающие истории моральности просто так с рук не сходят. За жестокое обращение с животными в соответствии со статьей 16.29 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 15 базовых величин. Также за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность, если наступила гибель либо увещи животного. Наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года или арестом. Достучаться до каждого, чтобы урегулировать отношения между человеком и четвероногими, защитить самых преданных друзей, в стране создан законопроект об ответственном обращении с животными. Законопроект принципиально новый. Аналогов его, к сожалению, у нас в практике в нашей не было. Но законопроект, который на сегодняшний момент регламентирует основные взаимоотношения, дает понятийный аппарат и, скажем, устанавливает ответственность собственников и, наверное, дает в том числе и права тем, кто занимается работой, занимается, вот скажем, зоозащитой. Ознакомиться с документом можно на сайте правобай, новшество которой ожидает каждого хозяина животного – чипирование питомца. Под кожу с помощью специального устройства будет вводиться микрочип. Польза безболезненной процедуры очевидна. Более того, электронное устройство позволит установить личность тех, кто жестоко обходится с питомцами. От законной совести уйти не получится. Очень много маленьких котят на улице, которых просто выбросили. Люди бывают очень жестокие. Жалко иногда, просто жалко. Наиграются, выбрасывают. Здорово, что сейчас будут чипироваться животные, можно будет отследить. Вот был в другой стране, там все животные чипированы. И процент, скажем так, непривитых, бездомных животных, ну, мал. Поэтому это хорошая идея. Мы в ответе за тех, кого приручили. Такая популярная, но не теряющая смысла фраза. Каждый должен осознавать, домашнее животное не равно игрушка. Прежде чем пойти на ответственный шаг, задумайтесь о реальных ценностях жизни. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Многу со временем с 2024-го белорусским владельцам автомобилей будут выдавать электронное разрешение на участие в дорожном движении. Это связано с переходом на диджитал-формат. Сейчас ведется доработка программного обеспечения. Тестовой запуск запланирован на январь. Поначалу бумажные носители будут ходить наравне с цифровыми. Кстати, записаться на ТО теперь можно, не выходя из дома. Белтехосмотр разработал специальное мобильное приложение. К нему присоединились свыше 5000 белорусов. Мы столкнулись в 2021 году с существенным наплывом автовладельцев на диагностические станции. И уже на тот момент для удобства автовладельцев начали вводить такую услугу, как предварительная запись на гостехосмотр. Одновременно у нас есть обратная связь с автовладельцем. То, что им бы хотелось контролировать, опять же, срок действия, разрешение, которое они получили на свое транспортное средство. С помощью приложения каждый пользователь может запланировать прохождение гостехосмотра в удобный день и удобное время, оплатить услуги и административные процедуры. По всей стране для владельцев доступны 233 диагностические станции. По Накатанной, Могилевской области на строительство дорог в 2023-м выделено порядка 180 миллионов рублей. В планах ремонт 166 километров. 157 тысяч квадратных метров приходится на Бобруйск. Продолжается реконструкция моста через Березино. Впрочем, работа кипит повсеместно. Но начинается все с асфальтобетонного завода. С подробностями Никита Александров. Асфальтобетонный завод начал свою историю в Бобруйске в 2013-м. Его особенность в мобильности. Оборудование разбирается, грузится на тягачи и доставляется к следующему объекту за десятки, а то и сотни километров. Максимальная производительность – 200 тонн в час. В месяц – порядка 10 тысяч. Однако сейчас работы и здесь хватает. Своим инновационным покрытием предприятие обеспечивает все дорожные городские службы. Большинство процедур установки автоматические. Наш трест, заключая договора, мы в основном наше производство асфальтобетонных смесей, которые укладываются на территорию города Бобруйска, это наше производство. Количество смесей в районе 30 типов производится на нашей асфальтобетонных смесей. А в целом, для города, мы где-то в районе 5-7 типов асфальтобетонных смесей производим. В лаборатории идут самые интересные и одновременно сложные процедуры. Со стороны непосвященному человеку это может напомнить пекарню с массой ингредиентов, а также определенными правилами приготовления. Сначала проверяется качество сырья, после подбирается нужный состав и комбинация продуктов. Затем – процесс сплавки. После отбора проб, попростцы выдерживаются около часа. Затем мы проводим испытания. Проверяем водонасыщение, проверяем плотность смеси, прочность, то есть все характеристики смесей. Лабораторные проверки. На каждом производственном цикле без этого никуда. Ведь сегодня завод выпускает асфальтобетон для тротуаров, завтра – для оживленных магистралей. Например, на пешеходных дорожках в составе используется песок. Для нижних слоев проезжей части – повышенное содержание щебня. Мы сейчас производим щебеночно-крупнозернистые типы асфальтобетонов. И самая такая, как можно сказать, инновационная технология – это такие предъявленные добавки, как павы. Дальше дорожную технику наполняют из специального хранилища готового продукта. Груженая машина отправляется на место, где работа, как говорится, кипит во всех смыслах. На все про все есть пару часов, иначе материал может испортиться. Асфальтоукладчик равномерно наносит горячую смесь по заготовленному слою. После остается дело с закатком. Растут, как на дрожжах. Бахарова, Социалистическая, Гоголя и еще десятки километров. Новые дороги в Бобруйске стелятся повсюду. Водители не переживают за состояние подвески, а пассажиры могут с комфортом наслаждаться поездками. Именно так ощущается езда по свежему покрытию. Благодаря современному оборудованию и различным экспериментам качество дорог улучшается с каждым годом. Например, на Минской уже лежит асфальт, в составе которого есть резина. Сделано кольцо у гостиницы «Бобруйск». Свежее покрытие также на Гоголя, Батова, Октябрьской, Карла Маркса. Перечислять можно долго. Всего в планах специалистов на этот год ремонт 157 тысяч квадратных метров уличнодорожной сети. Никита Александров, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Традиция сквозь года. Беларусь готовится отметить день Октябрьской революции. В «Бобруйске» 7 ноября в 10 часов пройдет возложение цветов к памятнику Ленина. Участие примут представители Коммунистической партии, трудовые коллективы и общественность. В 11 микрорайоне Киселевича состоится торжественное открытие улицы Панова. Изменится схема движения автобусов номер 6 и 6А. Они будут идти по Пушкиной, Минской, Советской, Гоголя в прямом и обратном направлениях. В связи с празднованием дня Октябрьской революции 7 ноября с 9 до 11 по улице Пушкиной и улице Горького через площадь Ленина будет закрыто сквозное движение. Революция 1917-го – одно из самых памятных и знаковых событий, которое значительно повлияло на ход истории. Беларуський народ не только обрел государственность, но и сохранил и обогатил национальную культуру, создал экономический и интеллектуальный потенциал, благодаря чему наша страна уверенно идет по дороге развития. Социальная очистка, огненный бунт и борьба с рисками. Подписана Декларация по сотрудничеству в сфере безопасности и искусственного интеллекта. Сколько стран присоединилось к соглашению? Далее громкие заголовки мировых новостей. Состояние самых богатых людей мира уменьшилось на 10 миллиардов долларов. Активы 10 наиболее обеспеченных жителей планеты оценивают примерно в 1 триллион 300 миллионов. Специалисты отмечают, в целом число финансовых операций увеличилось, но ряд мировых экономик фиксирует снижение показателей. Эксперты считают, причина восстановления некоторых государств после пандемии коронавируса, материальный ущерб от которой оказался слишком большим. На севере Австралии лесные пожары вышли из-под контроля. Объявлена срочная эвакуация десятков тысяч людей. Огненная стихия уничтожила около сотни зданий и машин, повредила десятки километров железнодорожных путей. Выжжено около 10 тысяч гектаров лесов и полей. Пламя продолжает стремительно распространяться. В районы бедствия съезжаются спасатели со всей страны и даже Новой Зеландии. Власти Франции в преддверии Олимпиады, которая пройдет летом 2024-го, решили снести на улицах палаточные лагеря мигрантов. Также поручено прекратить раздавать еду нуждающимся. Жители страны не согласны с такой политикой. Проводят акции протеста перед штаб-квартирой Орбкомитета соревнований. Более 70 неправительственных организаций направили письма с призывом прекратить действия по социальной чистке. Впервые в истории на саммите в Великобритании 28 стран, включая США, Китай и ЕС, подписали соглашение по безопасному использованию искусственного интеллекта. Декларация направлена на борьбу с рисками, которые могут возникнуть из-за быстроразвивающихся технологий. Кстати, английский словарь Коллинз назвал искусственный интеллект словом года, что подтверждает активный интерес. В Токио открыли бесшумное кафе. В заведении запрещено разговаривать не только персоналу, но и гостям. Даже для оформления заказа необходимо использовать жесты. Единственная версия меню находится на входе в помещение. Записки или фотографии блюд официанты принимать не будут. Это не первое необычное нововведение в Японии. В 2021 в стране открыли кафе с роботами, которыми удаленно управляют люди с физическими особенностями. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруськ-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова